Добрый день! Добрый день! Добрый день! Это было непросто решиться, это сложно организовать, были накладки, те накладки, которые произошли, приношу за них извинения, но было все непросто организовать. Спасибо фонду президентских грантов, они нас поддержали. Если бы мы не были поддержаны фондом, наверное, мы не решились бы провести этот форум во второй раз. Кстати, есть ли здесь кто-либо, кто был в прошлом году на нашем форуме? Ну, достаточно много людей, значит, это было интересно, значит, вам понравилось, я очень рада, я благодарна, что вы к нам пришли. Итак, приступаем. Он руководил тем коллективом, который создал современную концепцию дошкольного образования. Когда началась перестройка, началось вот это бурление и в обществе, и в сфере образования, именно тогда собралась эта группа экспертов, и они создали эту концепцию. Я вам рекомендую ее перечитать, потому что она актуальна и по сей день. Настолько актуальна, что иногда кажется, что не движемся ли мы по кругу, потому что те проблемы, которые он обозначал, они актуальны и сегодня. Уже в концепции было написано, что только личность может воспитать личность, что нужно освободить воспитателя от ненужных бумаг, от ненужных забот, дать ему возможность к творчеству, дать возможность выбора. Прошло 30 лет, и мы опять говорим о том же. Это что, движение по кругу? Я думаю, что нет. Это движение не по кругу, это движение по спирали. Мы все-таки движемся вперед. И то, что мы движемся вперед, это вот Николай Евгеньевич. Вот Николай Евгеньевич Веракса, я думаю, это наиболее известный ученый в сфере дошкольного образования. Он очень много сделал для дошкольного образования. Он делает новые открытия. Он участвовал в разработке. Они разрабатывали проблему способностей, развития способностей детских. И последнее открытие, которое было впервые озвучено на прошлогоднем форуме, оно впервые было обнародовано перед воспитателями, перед широкой массой. До этого только в узких кругах экспертов это обсуждалось. На прошлом форуме это было впервые заявлено громко. А именно пространство детской реализации, ПДР. Это открытие было обнародовано год назад, а теперь это уже в программе от рождения до школы. Вот инновационное издание программы, оно включило в себя 7 золотых принципов дошкольного образования, 7 из которых это пространство детской реализации. Поэтому большой респект, большая благодарность этим двум людям, которые сделали для дошкольного образования очень много. Итак, начинаем. Вы все рассказываете детям сказки. Дети любят слушать сказки. А теперь я хочу рассказать вам сказку. В одном царстве, государстве, дошкольное образование было на самом высоком уровне. Там был создан детский сад нашей мечты. В группе 25 детей, два воспитателя и нянечка. А еще в детском саду медсестра, логопед, инструктор по физкультуре, методист, музыкальный руководитель, психолог. Своя кухня, где готовят вкусно и по-домашнему. Дети любят детский сад, любят своего воспитателя и слушаются его. Родители уважают и стараются помочь. Стоп. А вам не кажется? Вам не кажется, что все это уже когда-то было? Это было не так давно. Это все у нас было. Как же мы это потеряли? Куда же все подевалось? Идет перестройка и модернизация системы дошкольного образования. Идет модернизация и перестройка всего. В том числе и дошкольного образования. Нужно это делать? Безусловно. Время другое. Общество другое. Дети другие. Я думаю, что мало кто из вас знает больше о динозаврах, чем четырехлетний пацан, который этим интересуется. То есть часто дети знают много, больше нас. Потому что у них другие совершенно возможности, нежели были раньше. Поэтому, конечно, нужно меняться и нам. И нужно менять и дошкольное образование. Но кто же против? Все за. Особенно за воспитатели. Как раз воспитателям хочется, чтобы были новые методики, современные. Чтобы они могли творить. Они могли заниматься с детьми так, как им хочется. Вкладывать в всю свою душу. О таких переменах мы мечтали. Так мы хотим, чтобы менялось дошкольное образование. Но что-то идет не так. Работать становится все труднее. Все меньше времени на работу, на детей, на творчество. Что же это такое? Наверное, перестройка, как и любая модернизация, перестройка, это временное явление. Это пройдет, и все будет хорошо. Ведь если мы дома проводим ремонт, а не дай бог капитальный ремонт, как тяжело это время пережить. Уже бывает, думаешь, зачем я все это затеял? Жил бы по-старому, и как было бы хорошо. Но в конце концов ремонт заканчивается, перестройка заканчивается, и мы живем в новой красивой квартире, в новом красивом доме. Мы счастливы и вспоминаем трудный период, стараемся его не вспоминать. Но во время перестройки, если мы сломаем несущую стену, может обрушиться все здание? Так это перестройка или разрушение? То, что сейчас происходит. Будем верить, что это перестройка. Тем более, что есть все признаки того, что это перестройка. В Министерстве образования много делается для того, чтобы все изменилось к лучшему. Я уверена, что умные мужи и в правительстве думают о том, как сделать лучше, качественнее дошкольное образование. Будем верить? Или будем сомневаться? Будем верить. Но давайте мы поможем властям не ошибиться. Да кто мы такие, чтобы советовать правительству, министерству, президенту? Кто мы такие? Кому нужно наше мнение? Кого оно интересует вообще? А мы как раз и есть народ. Именно тот народ, для которого все это делается. И как раз нам, тем, кто находится внутри проблемы, кто работает на земле, нам многие проблемы видятся совершенно иначе, чем свершен власти. Так давайте поможем властям. Покажем им, что нас больше всего беспокоит. Потому что только вступая в диалог, только говоря о том, что нам кажется не так, мы можем донести свое мнение. Если мы будем со всем соглашаться, все нам нравится, все хорошо, тогда никто и не узнает, что есть проблемы. Потому что они смотрят на это по-другому. Они могут хотеть как лучше, но иногда получается, как всегда. Итак, взгляд изнутри и наше предложение. Дальше я пойду достаточно быстро, потому что проблемы, о которых я буду говорить, они всем известны. И вам в первую очередь. И я когда просматривала свое выступление в прошлом году, я смотрю, проблемы те же, многие проблемы те же, но кое-что и меняется. Трудно ожидать, что вот мы на форуме что-то сказали, что-то озвучили, и тут же по мгновению волшебной палочки все изменилось. Так не бывает. Даже, это больше всех знают воспитатели, что сказать один раз бесполезно, два раза бесполезно. Мы детям говорить много раз можем, пока у них это в голове закрепится. Ну, вот я думаю, в данной ситуации тоже можно несколько раз обозначить свои проблемы. И я думаю, это заставит, заставит может не то слово, это поможет тем, кто занимается регулированием, принять правильное решение. Итак, проблема первая. Объединение школ и детских садов. Скажите, здесь есть, поднимите руки, кто из других регионов, не Москва, ползала, ползала, приехала, ползала здесь не москвичей. А скажите, где уже идет объединение школ и детских садов? В каких регионах объединяют? Рук значительно меньше. Хотелось бы думать, что большинство регионов не пошли по этому пути. Дай-то Бог. Москва в полной мере находится в этом эксперименте и объединение детских садов и школ фактически ставит, на мой взгляд, под угрозу само дошкольное образование. Идет недофинансирование, не учет специфики возраста. Они переносят свои школьные привычки, регламенты на детский сад. Да что там эти детишки? Там играют и играют, когда у них большие школьные проблемы. Они не понимают, что проблема у них в школе именно потому, что мы их не решили в дошкольном возрасте. Вот за кулисами я разговаривала с представителями Министерства образования и обозначала эти проблемы. Они знают эти проблемы, но они считают, что каждый регион должен сам решить, как ему поступить. То есть это решает губернатор, это решает правительство. Давайте мы скажем, что нам это не нравится, нам это мешает. А когда качество дошкольного отделения оценивают по тому, сколько детей пришло в школу, это ну это нелепость. Качество оценивать по такому параметру. Наши предложения, у нас есть предложения? Есть. А предложения такие. Объединения нужны, потому что это позволяет экономить ресурсы, кадровые, материальные, позволяет проводить обучение. Вот повышением качества дошкольных организаций значительно проще заниматься с группой дошкольных организаций, когда собираются заведующие, воспитатели со многих детских садов и вместе обучаются тому, как улучшить состояние дошкольного образования в своих организациях. Поэтому укропнение само по себе вещь хорошая. Только объединяться надо по горизонтали. То есть дошкольные организации с дошкольными организациями. Проблема вторая. Вопиющая, недопустимая. Это кадровая оптимизация. Три воспитателя на две группы. Это катастрофа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С точки зрения с точки зрения учителя, ну что тут такого? С этими детьми позанимался, с другими детьми позанимался. Они не понимают, что дошкольник это еще не школьник. Он не может. Сегодня с одной тетей, завтра с другой тетей. У нас нет уроков, у нас нет предметов. Нельзя допускать вот такое вот отношение к дошкольному образованию. Если мы обратимся к западному опыту, у них 10 детей на одного взрослого, а еще волонтеры и родители. Поэтому об этом будем кричать громко говорить, что это недопустимо. Эта экономия ложная и она обойдется большими проблемами и неприятностями в школе. Потому что качество дошкольного образования обеспечить работая в таком режиме невозможно. Будь вы просто золотые все. Ну, и предложение очевидное. очевидное. Нужно, чтобы было как раньше, как минимум. Два воспитателя на группу и помощник воспитателя. Как минимум к этому надо вернуться. Но мы можем себе помочь и сами. Каким способом? Родители. Родители это тот ресурс, который мы не используем. я потом еще про них буду говорить. Но родители могли бы нам очень сильно помочь, если мы их грамотно допустим не как контролеров, не как проверяющих, а как партнеров и помощников. Если мы их допустим в образовательное пространство, то они нам могут очень сильно в этом помочь. Ну, и третий ресурс это дополнительное образование. Я знаю, что платное дополнительное образование иногда не очень приветствуется. Это напрасно. Потому что я когда разговаривала, ну, не буду говорить, в общем, неважно с кем. То есть с точки зрения государства платное дополнительное образование может давать какое-то неравенство для детей. У кого родители побогаче они заплатят, а те у кого победнее они не смогут заплатить. Это вроде как неравенство. Наверное. Но тем не менее, когда есть платное дополнительное образование от этого лучше всем. Потому что если я заплачу за своего ребенка и с ним будет заниматься воспитатель специальный не воспитатель, а педагог там английским языком, танцами, то, что очень нужно. Ну, во-первых, мы расширяем возможности наших детей, а во-вторых, те дети, за которых родители не могут по каким-то обстоятельствам заплатить за дополнительное образование, их же в группе меньше, значит, с ними воспитатель в рамках своих основных обязанностей сможет больше заниматься. Ну, и бесплатное дополнительное образование, оно, конечно, позволяет уменьшать численность. Переполненность групп. Проблему с очередями мы решили, но получили значительно большие проблемы, потому что в переполненных группах работать невозможно. Мамочка не может с одним своим ребенком справиться. Он ее не слушает, он делает, что хочет дома. И от нас хотят, чтобы 40-50 детей мы лично ориентированными методами индивидуально относясь к каждому, не применяя никаких авторитарных методов работали с ними. Это как вообще? Это невозможно, к сожалению. Поэтому переполненность групп. Это катастрофа, катастрофа. Об этом надо говорить громко и надо, чтобы вернули те нормы, которые были в Советском Союзе. 25 дошколка, 20 групп раннего возраста. Проблема... Ой, мне надо ускоряться, я смотрю, тут меня уже тикает. Отчетность и документация. Требует такое количество документов заполнять от воспитателей, половина из которых вообще-то не нужны. Вообще не нужны. А вы вынуждены заполнять бланки, какие-то рабочие программы составлять. Не нужны рабочие программы в детском саду. АПЛОДИСМЕНТЫ И понятно, откуда это пришло. Это пришло из-за того, что мы теперь ступень общего образования. В законе об образовании говорится о рабочих программах. Приходит проверяющий, он прочитал закон, мы находимся в рамках школы, требования одинаковые. у них рабочие и вы давайте рабочую программу. Что нужно на наш взгляд? Нужно, чтобы был четкий перечень. Маленький, короткий. Вот только эти бумаги может проверяющий требовать. И со всем остальным, чтобы не подходили. Чтобы не получалось так, что каждый, кто прочитал какую-то инструкцию или какой-то закон и понял его по-своему, пришел в детский сад и начинал требовать то, как он понял закон о дошкольном образовании. Так как мы не можем ожидать, что все чиновники будут понимать специфику дошкольного возраста, к ним-то претензий нет, они стараются выполнять закон. Поэтому список должен быть от министерства утвержден, опубликован и он нас должен оградить от излишней писанины. Насколько я знаю, в министерстве есть такие планы, но мне кажется, надо бы им в этом помочь. Потому что их список для того, чтобы составить нормальный перечень документов необходимых, действительно необходимых в дошкольной организации. Во-первых, нужно проанализировать по регионам, что требуется. Во всех регионах у них фантазия богатая у чиновников. Они все по-своему требуют, кто что придумает. И дать предложение по этому короткому перечню. Проблема пятая. Чрезмерный контроль и надзор. Проверяют все, кому не лень, воспитатель, подотчетен всем. Проверяющим органам, заведующие приходят все время, что-то требуют, родители предъявляют претензии. Давайте попробуем как-то освободить воспитателя от проверок. На самом деле, если есть хорошее у воспитателя педагогическое образование, это не обязательно даже, что закончили вуз. Сейчас много курсов повышения квалификации, новые технологии, новые методики, дать возможность воспитателю самому, ну, как самому, с коллегами в детском саду реализовать образовательную программу так, как они считают нужным. А контроль осуществлять по оценке качества дошкольного образования. То есть, должен быть общий подход к оценке качества. Оценка качества должна проводиться в первую очередь внутри самой организации, чтобы воспитатель сам увидел, где у него слабое место. Не контроль, не то, что пришел какой-то дядя из какого-то Рособронадзора и начинает требовать, чтобы вы так поступали или иначе. Откуда он знает? Он вообще в дошколке не разбирается. Поэтому был бы идеальный вариант, если бы воспитатели работали, периодически проходила оценка качества общественными организациями и самими дошкольными организациями. Ну, а если где-то качество проседает, давайте над этим работать, работать вместе, обучаться, изменяться, потому что самое заинтересованное лицо в качестве это именно воспитатель, а контроль ему только мешает. Вот. И по родителям. Родителей нам нужно вовлекать, а мы их боимся. мы не хотим, чтобы они лишний раз заходили в группу, а вдруг он что-нибудь там увидит, вдруг он что-нибудь не так поймет, будет своими претензиями. А почему у родителей претензии? Потому что они не знают, что происходит и не понимают, что происходит. Они хотят, чтобы ребенок был счастлив. и поэтому пытаются либо максимально отследить, подсмотреть, проверить. Там вот мамочка одна возмущалась. Почему не моют два раза в день игрушки? Я вот прочитала, что в Санпинах написано два раза в день надо мыть игрушки. Почему в нашей группе не моют два раза в день все игрушки? Скажите, где, в каком, вот вы не моете два раза в день в каждой группе все игрушки для детей? Ну, это же бред какой-то, да? Вот, но мама претензии предъявляет, потому что в Санпинах так написано. Итак, чтобы родители были нашими партнерами, идеальный вариант, чтобы они немножко больше знали о дошкольном образовании. бесплатные курсы для родителей. Я думаю, вот это как раз в рамках программы демография должен поддержать и президент, и министерство, и я знаю, что общественная палата в этом очень заинтересована, у них даже есть программа просвещенная родительство. Бесплатные курсы для родителей, где мы азы дошкольной педагогики и азы взаимоотношений с воспитателем. То есть они должны научиться к партнерским отношениям, к уважительным отношениям и воспринимать воспитателя как эксперта. Все-таки на территории дошкольной организации главное это воспитатель. И выдавать сертификаты родителям ассистент воспитателя. И вот родители имеющие такой сертификат пусть он приходит, пусть он помогает, пусть он ассистирует нам на занятиях, пусть он играет с детьми, пусть он посидит с теми детьми, кто не занят в занятиях, если у нас идут подгрупповые занятия. Работа ему там найдется. И многие родители хотели бы помогать и присутствовать. Речь не идет конечно о том, чтобы он ежедневно как на работу приходил и был бесплатной рабочей силой. Речь не об этом. Речь о том, что один-два раза в месяц мамочка с удовольствием придет, побудет в группе, посмотрит все изнутри. Она уже умеет с детьми обращаться. Воспитатели ей подскажут. И так как детей в группе много, как мы помним, то наверняка найдутся. Я знаю об этом. Есть родители, которые с удовольствием бы занимались с детьми, потому что это интересно. И потому что это наши дети и их дети. И он родит своего ребенка, готов на многое. Поэтому родителей вовлекать нужно. И начнем мы все-таки с обучения родительской, родителей и с просвещения родителей. Санпины. Ну, просто уже мозоль на языке. Мы все время говорим, что Санпины нужно пересмотреть. Наверное, это страшно трудная работа. Правда, до сих пор ничего не сделано. Я думаю, здесь мы тоже, наверное, должны помочь властям. Давайте мы обозначим самые болевые точки. мы обнаружим самые болевые точки в Санпинах. Давайте не будем менять полностью все Санпины. Наверное, это действительно трудно. Но абсурдные пункты надо убирать. Потому что их все равно никто не выполняет. но это лишний повод для проверяющих высказать нам претензии. Проблема восьмая. Оценка развития качества. Сколько экспертов, столько и мнений. Нужен единый каталог критериев качества, по которому и дошкольные организации, и общественные организации, могли бы увидеть, где проблемные точки в образовании конкретной организации. И больше того, нужна еще система повышения, которая сейчас разрабатывается в других странах. Это есть, я думаю, что будет и у нас в стране. Я знаю, что над этим задумывается и Министерство образования. Более того, совсем недавно был вывешен на сайте ФИРО какой-то, я его еще не смотрела, инструмент оценки, ну, наверное, не качество работы, оценки, это ближе к картам развития детей, то, что они там вывесили, но я не буду говорить, я не успела посмотреть, потому что это буквально несколько дней назад, но от ФИРО приедет человек, и вот в конце дня мы будем подводить итоги, и мы ему дадим 2-3 минуты, чтобы он хотя бы сказал, что они там делают. Но плохо, что это делается кулуарно. Какая-то группа делает инструмент, другая группа делает свой инструмент, регион что-то свое придумал, в одном из регионов, не буду говорить в каком, додумались до того, чтобы оценивать качество дошкольного образования по тому, как дети дошкольники выступают в олимпиадах. Ну, понятно, да, поэтому оценка качества, национальный каталог критериев качества, система повышения качества и система поощрения дошкольных организаций, которые пошли по этому пути, это очень важный вопрос, и здесь вот наша ассоциация будет принимать большое участие, и мы надеемся, что мы в этом плане сможем сотрудничать с министерством, это был бы идеальный вариант, если бы министерство, от них же никто денег не требует, просто поддержать инициативу. Ну, и еще две проблемы, на которых я не буду останавливаться, я их только упомяну, ранний возраст, нет кадров, опять не учитывается специфика возраста, перестраиваются помещения без учета специфики, нет медперсонала, а это дети маленькие, без медсестры принимать там годовалых детей, ну, мне кажется, это просто небезопасно, поэтому ранний возраст проблема есть, но она только возникла, мы с ней еще помучаемся, и частные детские сады, это не проблема, но это важный вопрос, важный ресурс, частные детские сады, им на самом деле трудно, у них выбор такой, либо они берут лицензию, и тогда с них начинают требовать все по полной, либо они изображают из себя, что они клуб, которому не требуется лицензия, и занимаются так полуподпольно с детьми. Если мы хотим, чтобы частные сады развивались, для них нужны условия, но об этом мы сейчас говорить не будем. Итак, проблемы обозначены. Ой, время, да? Что я хотела бы сказать в заключение? Куда мы с этим проблемами пойдем? Что мы с этим будем делать? на форуме зарегистрировалось на форум более 10 тысяч человек. Вот я знаю данные на пятницу, сегодня я не спрашивала, сколько за выходные зарегистрировалось. В пятницу было более 10 тысяч. Здесь, конечно, меньше, потому что приходят не все из тех, кто зарегистрировался, но здесь зал на 6 тысяч человек, и он практически полный. Зарегистрировались все регионы России. Нас должны услышать, и мы хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим помочь в модернизации дошкольного образования, и ждем соответствующего отклика от государства. При этом многие вещи можно сделать даже без дополнительного финансирования. Не требуется даже иногда денег. нужно просто волевое решение. Нужно сказать это хорошо, а это плохо. И кто у нас может сказать, что это хорошо, и все его послушают? Кто? президент! Да. Для некоторых инициатив достаточно просто, чтобы Владимир Владимирович Путин, президент России, поддержал эту инициативу. Для чиновников это сигнал, которому они не могут не прислушаться. нам нужен конструктивный диалог с властью. Мы ведь за, мы не против. Так услышьте нас. Наши предложения, вот то, что я сейчас говорила, они я свела их в таблицу. вот разграничили, что можно, просто нужна поддержка, просто скажите, давайте делать так. Где-то нужна нормативная документация, где-то, конечно, и дополнительное финансирование. Вот сформулировали мы наши предложения, что мы будем с ними делать. Наши дальнейшие действия. Ну, во-первых, понятно, что вот эти предложения, они были сформулированы в результате многих поездок по регионам, общения с экспертами, общения с воспитателями. И тем не менее, поступим мы таким способом. Вот тот список проблем, который был озвучен, мы его еще раз отредактируем, чтобы там каждое слово было «Алмаз». И первого сентября к первому сентябрю на сайте ассоциации «Аркадоэксперт» и на сайте, наверное, Московской Международной Педагогической Академии дошкольного образования, которая является организатором этого форума, мы вывесим вот этот перечень наших предложений и ждем от вас одобрения, неодобрения, комментариев, своих предложений. И если какое-то из предложений наберет более тысячи голосов в поддержку, мы их включим в послание и направим его в президенту, правительству, министерству. Если ни одно из предложений не получит вашей поддержки, это значит нам все равно, значит мы будем делать то, что нам говорят, значит мы всем довольны, никому никаких посланий мы в этой ситуации направлять не будем. Голосование начнется 1 сентября и закончится 15 сентября. Мы хотим успеть до дня дошкольного работника, который будет в сентябре. Будем мы это делать. И вдогонку. Я займу буквально, я не знаю, вот мне таймер уже ноль показывает, но я еще хочу дополнительно дать, у меня очень много конструктивной информации, той, которой бы хотелось бы рассказать, поделиться, да. Понятно, что нет у меня на это времени. Я поэтому буквально о дополнительных возможностях скажу вам несколько слов. Звезды дошкольного образования. Мы этот проект объявили еще в прошлом году, но он не получил должного развития, в первую очередь, потому, что мы никак внутри экспертного сообщества не можем договориться об инструментах оценки качества. Вот, тем не менее, проект работает, и в ближайшие дни, я очень надеюсь, под руководством Николая Евгеньевича Веракса, удастся собрать рабочую группу и все-таки прийти к какому-то консолидированному мнению по качеству, и тогда звезды дошкольного образования, это как раз то, что может резко изменить ситуацию в стране. Почему я так думаю? А потому, что это возможность для каждого детского сада, для каждого воспитателя творить, создавать, работать так, чтобы его увидели работу и оценили работу, и чтобы работа, которая проделана, чем больше качества дошкольного образования в организации, чтобы тем больше у этой организации было возможностей. И я уверена, что коммерческие партнеры, потому что мы переговоры эти проводили уже, они готовы детским садам предоставлять дополнительные льготы, дополнительные скидки, делать какие-то подарки для тех, у кого будет все больше и больше звезд. Чем больше звезд, тем больше плюшек. Вот такая вот идея. Вот. Ну и хотела бы обратить внимание на международную педагогическую академию дошкольного образования. Стенд у них есть. Ее возглавляет Николай Евгеньевич Вератекса. И как раз именно эта академия организует и этот форум, и конференцию. И вот это наши якутские коллеги на конференции, делегация. У нас в Якутии большая работа ведется. Там открыта сетевая кафедра. И мы рассчитываем на работу со многими регионами по обучению, по оценке качества. Вот задача академии как раз развернуть такую работу с привлечением региональных экспертов, региональных институтов развития образования, чтобы обучение воспитателей было им доступно и интересно и очень полезно. Вот. Программа от рождения до школы, инновационное издание. Вот каждый я обратил внимание, что мы каждые пять лет новую программу издаем. Была изначально рекомендована министерством, ФГТ сделали под ФГТ, ВГОС делали под ВГОС, а теперь инновационный вариант, в котором обозначен образовательный результат в дошкольном образовании. Этого не было раньше. Семь золотых принципов дошкольного образования, которые должен знать каждый. И если их знать, то работать значительно легче, потому что появляется смысл любой деятельности. И, наконец, пространство детской реализации. Это тот инструмент, тот ключик, который поможет развить в ребенке инициативу и воспитать личность социально ответственную, именно такую, как было обозначено в указах президента. Вы первые, кто увидел эту программу, ее из типографии привезли прямо сюда. И самое главное, это международная научно-практическая конференция воспитания детей младшего возраста. Кто был на этой конференции хоть раз? Ну, вот много, много людей было. Надо, чтобы были все, потому что уникальная вещь совершенно. Там впервые в этом году мы сделали широкую практическую линейку, то есть мы сделали там такой марафон из мастер-классов, из оптимального опыта, того, который мы нашли в регионах. В этом году на конференции опять же мы будем представлять самый лучший опыт, тот, который может быть интересен всем. Но его нужно найти и было бы очень хорошо, если бы инициатива была и с вашей стороны, если вы считаете, что вы владеете какими-то методиками, технологиями, какими-то умениями, которые нужны, будут полезны всем, сообщите в Московскую Международную Педагогическую Академию дошкольного образования МПАДА. Возможно, какие-то из этих кейсов мы представим на конференции. Конференция будет у нас в мае. У нас в этом году был почетный гость из Фокус-региона Якутия. В 20-м году это, наверное, будет Татарстан. И в 20-м году на самом деле это будет 10-я конференция. Это 9-я, которую мы проводим, но вообще-то 10-я. Ровно 10 лет назад была Всемирная конференция ЮНЕСКО, которую проводил еще Лужков. Это было его последнее публичное мероприятие. И в этом году в 20-м году будет ровно 10 лет. И мы надеемся на содействие ЮНЕСКО в проведении этой конференции. И приглашается у нас Корея и Узбекистан как почетные гости. Это пока решение оргкомитета. Нам еще нужно согласие той стороны. Предложение мы им еще не сделали. Это внутреннее наше решение. Я его, может быть, рано даже оглашаю. Николай Евгеньевич наверно на меня рассердится, что я тут об этом сказала. И на конференции в третий день бесплатные у нас вокшопы, мастер-классы. В общем, следите за новостями. Все, кто попал в поле нашего зрения, мы с вашего позволения о новостях вам будем сообщать. Все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»